Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сейчас я снимаю новую серию филологического видео. И если вам интересно эта тема, прошу оставаться со мной. Итак, в данной подборке 10 слов. И эти слова, в основном, эти грамматические ошибки касаются исключительно ударения. Или в основном ударения, да. Еще всю эту подборку можно объединить одним словом заумье. То есть, когда ударение, в большинстве этих случаев, правильное ударение соответствует общеупотребительному ударению. То есть, тому ударению, которым пользуется большинство. То есть, большинство говорит вот так, и это правильно. А другой вариант, который кажется более заумным, как бы более правильным, он оказывается неверен или устаревший, или устаревает. В общем, давайте посмотрим. Первое слово «баловать». Ну, в этом случае, да, мы чаще привыкли слышать с ударением на первый слог «баловать». Но это ударение неверное, и пока что филологи, словари нам не предлагают вариант «баловать» как употребительный, как допустимый. Все-таки пока что словари строго нам рекомендуют говорить «баловать», ставить ударение на последний слог, на вторую «а», на последний третий слог. Ну и, соответственно, все образования, то есть, возвратная форма «баловаться» используют это ударение. Соответственно, я балуюсь, ты балуешься, он балуется, мы балуемся, вы балуетесь, они балуются. Так, другие формы глагола. Причастие «балованный», «балованный» и «балованный». Ну, и причастие, я думаю, не вызывает вопросов, да, в этом свете «балуясь». Так, второе слово. Как правильно говорить «договоры» или «договора»? Так, ну, во-первых, значит, разделим «договор» или «договор». Ну, словари нам говорят, что правильно говорить «договор». Договор – это может быть в некоторой мере канцеляризм, но, в общем, такое ударение, оно безграмотное. Следует говорить «договор». И во множественном числе ударение также остаётся на третьем слоге «договоры». Форма договора, она также вне словарей, вне нормы, не является нормой. И, в общем, если вы хотите говорить грамотным, то нужно говорить «договоры». Третий пункт. «Мизерный» или «мизерный». Как правильно? Ну, как-то мне привычнее слышать «мизерный». Тогда, когда слышишь «мизерный», думаешь, ага, ну, наверное, это, как говорится, как говорят люди, шибко грамотный. Так может говорить. Но когда заглядываешь в словарь, в общем, словари говорят, что правильно говорить «мизерный», ставить ударение на первый слог на «и». «Мизерный». А «мизерный» – это нет, это вне нормы, это неправильно. Четвёртое. «Феномен» или «феномен». Хочется, ну, когда я впервые услышала это слово, я услышала его с ударением на третий слог – «феномен». Но, оказывается, «феномен» говорить неправильно. И всё-таки те, кто говорят «феномен», что тоже приходится слышать довольно часто, может быть, где-то 50 на 50, но всё-таки, мне кажется, большинство говорит неправильно «феномен». Но всё-таки нужно говорить «феномен». Запомним. Пятый пункт – «кулинария». Ну, с детства у меня не возникало никаких вопросов, пока я по телевизору не услышала, что некоторые говорят «кулинария». У нас в Улан-Удэ, ну, в Сибири, как мне кажется, вообще никто не говорит «кулинария», все говорят «кулинария». Ну, и так называли магазины, которые при столовых раньше были, при общепитовских предприятиях, магазины «кулинарии». И, в общем, обычно все говорят «кулинария». И это правильно. «Кулинария» – это неправильное ударение. Я не стала вдаваться в историю, поскольку мне понравилось, что словарь согласен с моим ударением, поэтому не углублялось, откуда слово «кулинария» взялось. Возможно, оно так вошло в русский язык с этим ударением. Ну, не знаю, в общем, я не берусь судить. Не буду вас дезинфицировать. Вот какое слово меня просто озадачило. Слово «топорный». Оно у меня вообще никогда не вызывало ни малейшего сомнения. Так говорила моя бабушка. Она часто употребляла, что это делают топорно, танцуют топорно. В общем, ну, я так понимала, что делают это неправильно, некрасиво, грубо. А потом, когда услышала, как-то пояснили топорный, как будто из-под топора, для меня стало всё ясно, откуда этимология этого слова мне стала ясна. И когда я вдруг слышу ударение на первый слог, меня это очень поражает. Ну, я подумала, а вдруг есть тоже и такое слово, вдруг кроме слова «топорный» существует и слово «топорный» другого происхождения. Ну, в общем, я не нашла такого слова, поэтому, если кто-то знает, что означает «топорный», то, пожалуйста, расскажите. Ну, в общем, нужно говорить «топорный», потому что это слово происходит от слова «топор». Так, седьмой, да, кажется, седьмой. Седьмой пункт – «гренки» или «гренки». Ну, я думаю, что большинство из вас говорит «гренки», ставит ударение на первый слог. «гренки» я тоже слышала один раз от нашей родственницы, казашки. Ну, родственница по-казахски говорит лучше, чем по-русски. Я подумала, что это просто такая казахская тенденция, потому что в казахском языке тоже ударение падает на последний слог. Я думала, что это просто она так ошиблась, произнеся слово с ударением на последний слог. И что говорят словари? Словари расходятся во мнениях. Да, в общем, и это потому, что слово «гренки» действительно вошло в русский язык, да, с ударением на последний слог. И в единственном числе нужно говорить, следовало говорить «гренок», и, соответственно, множественное число будут «гренки». Но, как бы, живой русский язык пересилил. Как-то на русский язык, видимо, проще, легче ложиться, более органично ложиться ударение на первый слог, «гренки». И в единственном числе отсюда, единственное число образуется уже от множественного. «гренка» женского рода стало это слово. И, в общем, теперь словари, да, некоторые словари утверждают, что правильно говорит «гренка». Ну, мы как раз, это как раз тот случай, когда живой русский язык побеждает официальный. И, да, скоро, возможно, филологи посовещаются, а, может быть, уже посовещались и приняли такую норму с ударением на первый слог «гренки». И, в единственном числе, слово «гренка» имеет женский род. Возможно, это уже так. Во всяком случае, если вы говорите «гренка», то вы не делаете ошибки. И так же, как и те, кто говорят «гренки» и «гренок». Восьмой пункт – «кухонный». Ну, тут я тоже не стала вдаваться в подробности. Ну, к чему умничать и говорить «кухонный», когда словарь мне подсказывает, что это неправильно. Возможно, раньше, да, было «кухонное», но как-то да, в общем, это неорганично. Потому что в единственном числе, ну, слово, от которого образовано прилагательное «кухонный», оно от слова «кухня», где ударение падает на первый слог, оно как бы, это ударение фиксируется, так и остаётся во всех словах, которые образованы от этого слова. Поэтому «кухонный» как-то, ну, логично, органично звучит и не расходится с тем, как говорит большинство. Поэтому, да, правильно говорить «кухонный» всё же. Девятый пункт – «сливовый» или «сливовый». Ну, в моём детстве, в моём большинстве, короче, мне более привычно говорить «сливовый», и других ударений я не слышала. Но с ударением «сливовый» мне тоже приходилось сталкиваться. И, наверное, если исследовать логике предыдущей, предыдущего прилагательного «кухонный», то «сливовый», пожалуй, будет правильно. Ну, в общем, словари говорят то же самое, что нужно говорить «сливовый», ударение ставить на первый слог. А почему? Ну, я бы объяснила, потому что это от слова «сливовый». Но это рассуждение не всегда спасает, потому что есть другие слова, есть много других слов, где прилагательное образованное от существительного меняет ударение, и это считается верным. В общем, поэтому, не вдаваясь в подробности, давайте примем за правило. Пока что в русском языке словари рекомендуют нам употреблять слово «сливовый» с ударением на первый слог, на первую букву «и». Сливовый. Так, ну и последнее, десятое, я уже так добрала, думаю, чтобы написать, потому что забываю, о чем я хотела сказать, поэтому это будет слово «накид». Все вязальщицы знают, что такое «накид», но иногда слышишь, когда употребляют это слово с ударением на первый слог «накид». «Накид», делаешь «накид», вяжешь с накидом, но это ударение неправильное. Словари нам говорят, что правильно говорить «накид», ну, наверное, так, как говорит большинство, поэтому для многих это не будет удивлением. Ну, на этом подборка слов грамматических ошибок закончилась. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь, желаю вам красивой, правильной речи, надеюсь, что была чем-то полезна. Еще раз заявляю, что я не считаю, я не пытаюсь ловить блогеров на ошибках, я не считаю, если человек говорит неправильно, что если человек говорит неправильно, делает неправильное ударение или делает грамматические ошибки в речи и на письме, что он как-то стал хуже чем-то для меня. И да, большинство людей делает ошибки, и я не исключение, так что призываю вас ловить меня на ошибках и писать мне об этом в комментариях. И мои видео для тех, для кого это важно, и я не беру на себя роль учителя, который учит всех и вся говорить правильно. Я делаю это для того, чтобы просто обратить на это внимание, если кто-то до этого не обращал внимания. Потому что для меня язык, речь, язык, на котором мы говорим, это бесконечный источник загадок, интересностей и средства общения. И если мы будем говорить правильно, то от этого, если речь будет красивой, то разве плохо, мы же стремимся к красоте. Вот. А также я вам желаю красоты во всем остальном, здоровья, счастья, успехов и удачи. Пока-пока. Ваша Аюна. Субтитры подогнал «Симон»